Мпп Чикенмару Сид Мпп Чикенмару Сид Мпп Чикенмару Сид Смысл есть, но далеко не всегда И не на такой карте, как Dusk Towers В любом случае мы видим, что Хиро отыграл Через быстрый Nexus Сид отыграл через быстрый Nexus В то время как Хиро уже достроил Кибернетическое ядро Заказывает Mothership Core И у него есть много газа на технологии Поэтому нам предстоит посмотреть, какие технологии Хиро сейчас выбит Слушай, ну вот в Брудворе Один из самых популярных билдов Был, насколько я помню Это Драгоны и Ривен В различнейших комбинациях Просто Драгоны и Ривен Ну, экстраполирую это все На Legacy of the Void Это сталкеры и дизрапторы Так ли это или нет? Ой-ой-ой, давай потом об этом Потому что сейчас Хиро начинает пилон Наверчат жить Сида Я с удовольствием поддержу твой разговор На тему состава войск Как только Сид отобьется или не отобьется Сид тут же наглухо застраивается Кажется, что это абсурдно Но это единственно правильное решение Потому что он теперь не пустит на мейн адептов И Хиро ставит там прокси роботикс Что вообще происходит? Он прям под носом у соперника поставил робо В это время готовы тут целых 4 пилона Сид отчаянно выводит пробок Пробивает сразу 3 из них Четвертый пока живет Сид тут же ставит второй пилон рядом Прилетает Маза Шубкор Сейчас будет пилон и верчат Есть пилон и верчат Что фокусит? Пробок пытается зафокусить Но он не успеет ничего особо сделать В общем Но Смотри, что дальше происходит Здесь Перекрыл же Сид наглухо Чтобы не пустить адепта Но уже готов пилон на лоу граунде Сейчас будет еще один пилон и верчат Есть уже мана Есть мана Но он пока, видимо, даже не видит смысла Потому что он и так этот пилон пробивает Дальше Вот-вот будет готов роботикс И прям сразу будет заказан Имморталу Хиро И он дальше будет пробивать стенку Что тут вообще происходит И посмотри, что Хиро вытворяет Он просто строится Дичь какая-то там Гейты и роботикс Прямо под носом у соперника Ну гейт понятно зачем Для того, чтобы сюда шел быстрее Доварп на Быстрые пилоны Как мы их называем В Легасе Узово Если рядом с пилоном Нет гейтвей или Нексуса Доварп на него идет 15 секунд А если есть, то 5 Поэтому Зачем гейтвей Понятно Ну и роботикс тоже В принципе Понятно зачем Чтобы иммортала встроить И прям сразу пробивать стенку Соперника Два адепта все время Разводят сталкеров Сида Сид вроде бы сейчас Выбьет этот пилон Но что он будет с имморталом делать Нет ни одной сентри пока Только раскрылись гейты Очень поздно Приходится варпать зилота Выводить пробок Жуть какая Начинается здесь сражение Есть иммортал у Хиро Который будет в считанные секунды Разбирать тут сталкеров И ты знаешь Я не вижу за счет чего Тут Сид может отбиться Сумасшедшая какая-то Стратегия от Хиро Просто дичь Какой невероятный Чизы Вот смотри что вытворяет иммортал Просто берет И одним залпом Со сталкерами Выносит сталкеров оппонента Уже Вот сентри не успел Просто получить Сид Чтобы бросить форсфилд И этот форсфилд Конечно позволит Убить очень красиво Иммортала Даже несмотря на Использованный Хиро барьер Без шансов Без шансов Без шансов Слушай вот это Билд от Хиро Вот это Билд 1-0 В пользу Протаса Сиджентус Сыграл как Настоящий Протасир Вот воспользовался Все таки тем Что и микро Лучше И то что Сид Возможно не готов К таким нестандартным Ситуациям Каким ты Довольно быстро И легко Забрал игру Да Очень крутая Стратегия Я теперь Предвкушаю Как будут на ладере Пытаться Пробовать Нечто подобное Протасы Вот Ну и теперь уже Как только у нас Закончился этот Бурный экшен Ты видишь вообще Что происходит Ты только хочешь Поговорить на отвлеченную Тему А извините Уже экшен начинается Легаси Слишком быстро Происходит Буквально Минута полторы На раскачку Не более того Вот Но пока у нас Перерыв Я с удовольствием Тему насчет состава армии Поддержу Ты знаешь Ты попал в точку С той точки зрения Что состава армии Сталкера Дисраптера Действительно играется Причем Довольно активно Но что характерно В основном Именно в корейском Старкрафте Тут смотри В чем дело Дело в том Что Дисраптеры Это сумасшедший Микрозависимый юнит Как и сталкеры Поэтому Когда Когда этот микс Войск используют Не корейцы Им просто не хватает рук Для того Чтобы нормально Их использовать И у не корейцев Более популярны Такие окликовые Составы армии Типа Имморталы Зилоты Архоны Там Или еще что-то В этом духе Колоссы Иногда Иногда и Дисраптеры Иногда где-то Фениксы Там Коу 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 Сейчас 2008 Года Играет Корсадарки Поэтому Сейчас Феникса Дарки Ну Таким образом Корейцы Которым Хватает рук Они действительно Очень любят Сталкера Дисраптеров И я не исключаю Что на этой карте Мы именно От рукастого Сиджей Хиру Сталкера Дисраптеров Увидим А вот Что будет делать Сид Это большой вопрос Он может попытаться Окликовый Составы армии Какой-то Придумать Он может попытаться Пойти Фениксов Сложно сказать Посмотрим Сейчас мы видим Что В разведку Очень быстро На этот раз Приехал Именно Сиджей Хиру В прошлый раз В разведку Быстро ехал Сид Сейчас Совсем Иная Ситуация Ну и Хиру Будет пытаться Не дать Поставить Сопернику Нексус Да Вот это Кстати То что Я думал Сид По идее Должен был Делать В прошлый раз Но так как Там Хиру Улынил С одной базы Это не играло Никакой роли Сид Перекрывается Наглухо И делает Зилта Для того Чтобы пробить Пилон Вот такие Пока расклады А дома В это время Хиру Ставит Второй Нексус Так что Собирается Идти в макро Как ты вообще Относишься К макро Пвп Ты с нами? А Дальф видимо Отошел Минуту Нет 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 Я тут Я просто Ты чуть Чуть У меня Пропадаешь Почему-то Вот Еще раз Можете Вторить Да Конечно Я хотел Спросить Как ты Относишься К макро Пвп Вот тебе Ближе Какие-то Такие Головокружительные Чизы Вроде того Что Хиру Только что Придумал Или Все-таки Макро Пвп В котором Дисрапторы Там Фениксы Дропы Дарков И прочие Истории Будут Происходить Ой Давайте макро Посмотрим Я не против Вот Раньше Это было Там Не знаю 12 колоссов С одной стороны Не А где С другой Сторон И сейчас Убинать Все по-другому Абсолютно Исключено Просто Потому что Колоссы Ну ты Представь Насколько Они Ой Теперь Что Ответочка А теперь По-моему Хиру Собирается Соперника Пилона Верчарджить Сейчас Просто Представь Вот эти Большие Неповоротливые Колоссы И Как в них Влетают Шарики Дисраптора Слушай Погоди Эти шарики Че Они вообще Жестко Дамаживают Сколько там Урона Да У них Урона 145 Плюс Бонус По шилдам Вот тут Могу соврать По-моему 55 То есть Против Протасов Они на 200 Дамаж Ничего себе Нормально Да 145 Плюс 55 То есть Ровно 200 По юнитам Протаса Обязательно Нужно Управлять Или Не Не Обязательно Ну Желательно Конечно Чтобы Было Как-то Более Эффективно То есть Их Можно Сразу Выпустить В одну Точку Кликнуть И Они Туда Полетят Но Ты Можешь Менять Направление Куда Они Полетят Тем Временем Тут Битва Пилонов Как Это Что В сумме Он Поставил 5 Пилонов А Верчардж В итоге Бросил На Один Ну И Этим Пилоном Он Ничего Не Добьется Потому Что Пилон Уже Сильно Пробит Ну Что Двух Рабочих Забрал Ну Ладно Хорошо Двух Рабочих Забрал Ушел Реколом И Таким Образом Получается Что Результат Именно Пилона Верчарджа Точно Такой Как Был Очень Страшно Дальше Посмотри По Оракулу Делают Игроки Так Что Впереди Еще Немножечко Хараса Еще Немножечко Экшена А потом Оба Переходят В Роботикс Сохраняя Надежду Увидеть Дисрапторов Которые Те самые 200 Урона Наносят По Юнитам Протаса Представь Они Ваншотят Сталкеров На Секундочку Что Они Ваншотят Сталкеров Сталкеров То Сплэш У них Не уменьшается Нет У них Одинаковый Урон По всему Радиус Офигеть Вот такие Вот юниты Интересные Против Тернов Которые Не сплитят Как ты Понимаешь Они Ваншотят Всю Пехоту Как ты Могу Убедиться Так что Тоже Страшная История Тем Временем Здесь Одновременно Смотри Прилетели Оракулы И Одновременно Начинают Прям На перегонки Терять Робов Протоса И кто Кого Кто Кого Перетеряет Нет Ну походу Перетеряет Это все таки Сид Потому что Уже 14 на 10 Еще и Сентри Здесь отдается И вторая Сентри Да ладно Нет Полное Отсутствие Антиэра У Сида Сыграло Свою роль Ни пилона В минеральной Линии На которой Пилона Верчардж Бросить Ни феникса Которого Построил Между прочим Хиро Для того Чтобы отбиться От потенциального Оракула Только Сентри Которые От Оракула Конечно Быстро Разлетаются И вот сейчас Смотри Какая интересная Ситуация Сейчас Получается Что у Сида Рабов Намного меньше И при этом Хиро Играет Через фениксов Поэтому Сид Перейти в Дисрапторов Уже не может Никак Соперник Будет впереди По воздуху И он Просто Этих Дисрапторов Будет контрить А вот Хиро При желании Может Спокойно Выйти в Дисрапторов Потому что Он фениксов Соперника Контрить Сможет Что-то Мне кажется Похоже Это все На Какой-то Сливчик Ну Для Сида Конечно Ситуация Непростая Но Современный Пвп Знаешь Оно Очень интересно В том плане Что В любой момент От одного Удачного Мува Может все Перевернуться Это сейчас Возможно Самый рандомный Матчап Да невозможно А почти точно Это сейчас Наверное Самый рандомный Матчап Во втором Старкрафте Но Рандомный Не в том плане Что тут А в том плане Что тут Одна ошибка Может быть Либо не наказана Вообще Либо наказана Так что Ты сразу Проиграешь Вот только что Допустим Ошибка Сида Стоила ему 14 рабов 2 с 3 И там еще чего Если ты Ну вот представь Да я говорил Что дисрапторы Ваншотят сталкеров Представь что ты В какой-то момент Просто отвлекся На полсекунды И не заметил Залп дисраптора То есть ты можешь Отдать ну 15 Сталкеров Например Ну просто вот так Взять и отдать 30 лимитов Просто от одного Выстрела дисраптора А можешь Если в это время Сталки Выстрела дисраптора Не было Не отдать ничего При том что Ты в принципе Делал все то же самое Так что На самом деле Очень много Зависит от случайности Вот сейчас Кстати Красноречивая Характеристика Потому что Сид шел в атаку У него все зависело От этой вар призмы И откуда ни возьмись Прилетает Феникс и Хиру Конечно не знал Хиру Что здесь будет вар призма Но он просто сюда Прилетел фениксами Потому что так получилось Эту вар призму Перехватил Уничтожил У Сида нет Никакого Да варпа На поле боя Так ножками шевелит Имортал Смотри Да да Бедняга Имортал может Только шевелить Ножками Больше ему Ничего В этой ситуации Не остается И Хиру Очень спокойно От этой атаки Сида Отбивается Рабов у него При этом больше Ну и Сид Что Конечно пытается Восстановить Вар призму И пойти во вторую волну И ставит уже Такой Даркшрайна Чаяния Это его Последняя надежда Ну да И призму Погай Стоп Чё тебя Упустил Кажется Вот кстати По поводу Даркшрайна Сразу Не то чтобы Не заметил И Вышел И Сид Сид Все понимает Да Тут последняя надежда Была на Даркова Эта надежда Не сработала И таким образом Дамы и господа Счет становится 2-0 Очень быстрая Победа Хиро Все таки Вот Ничета Сид Хиро В плане уровня игры Ой Уронил себя Хиро Значит Незаслуженно Вышел из группы Поздравляем мы Хиро Со вторым местом Криво Приклеенная Криво Налепил Смотри Но он все равно Молодец Парнист такой Криво Смотри Смотри